Всем привет! С вами Ольга Меликяна, канал о драгоценных камнях Джимстоунс. Сегодня я вам расскажу историю драгоценностей удивительной женщины-миллионерши по имени Лили Сафра. Лили Сафра – женщина с удивительными взглядами на жизнь, ее стойкости и моральному духу может позавидовать каждый. Коллекция ее украшений – это уникальное собрание лучших ювелиров мира. Да и распорядилась этой коллекцией, на мой взгляд, она очень правильно. По статистике Форбс, Лили Сафра на сегодняшний день имеет состояние, оцененное в 1,2 миллиарда долларов. Лили родом из Бразилии, из Рио-де-Жанейро. Папа Лили был инженером из бывшей страны Чехословакии, а вот мама – обычная домохозяйка. У Лили за плечами было 4 брака. Она становилась мамой 4 раза. Кроме того, она основала больше 20 больниц и благотворительных организаций по всему миру. Но судьба ее вовсе не проста. Второй муж, Альфредо Монтенегро, погиб в собственной квартире при невыясненных обстоятельствах. При этом официальной версией считалось самоубийством. В 1989 году Лили снова пришлось пережить ужасную трагедию. В автокатастрофе погибает ее старший сын с внуком. Четвертый муж, банкир Эдмонд Сафра, был несказанно счастлив, что им с Лили удалось пожениться. Дело в том, что, по слухам, он был влюблен в Лили всю свою жизнь и мечтал, чтобы она была с ним вместе. Однако судьба и здесь решила иначе. 3 декабря 1999 года Эдмонд погиб на собственной вилле от неуправляемого пожара. Дело было во Франции на Лазурном берегу. В тот момент вилла выгорела почти дотла. Таким образом, пережив потерю четверых людей, Лили все же нашла в себе силы и мужество радоваться каждому новому дню. Никто бы и не знал, что Лили Сафра питает слабость к уникальным и удивительным украшениям. Однако в 2012 году на аукционе Кристи в Женеве была выставлена уникальная коллекция Лили Сафра. Эти 70 украшений были оценены очень высоко, ведь в этих работах заключены самые лучшие работы именитых мастеров. Я расскажу о самых лучших из них. Брошь и серьги с хризалитами. Эти антикварные украшения выполнены были в конце 18 века. Хризалиты здесь в форме огранки груша и кушон. Алмазы при этом старинные огранки. Посмотрите, как интересно и нежно смотрится этот сет украшений. Кстати говоря, в видео про хризалит я рассказывала об уникальной тиаре, выполненной с этим камнем. Так вот, мне кажется, дизайн чем-то похож на эту тиару. А вот посмотрите на рубиновые браслеты от компании Ван Клифф энд Арпельс. Эти два лаконичных браслета с рубинами и бриллиантами были лишь частью большой коллекции вот этих вот браслетов. Такие браслеты были и сапфировые, и бриллиантовые, и даже из цветных бриллиантов. Одной из интересных работ в коллекции Лили Сафра является брошь-цветок от Жоэля Артура Розентали. Ювелирный том Жоэля Артура Розентали, сокращенно Жар, это признанный ювелир в высоком ювелирном искусстве. Все украшения, которые когда-либо попадают на аукцион от этого именитого мастера, оцениваются сразу минимум в 10 раз дороже. Брошь с резными турмалинами и бриллиантом была выполнена Жоэлем Розенталем лично. На аукционе за эту брошь удалось выручить больше миллиона долларов. Могу сказать пару слов об этом бренде. Этот бренд делает украшения исключительно на заказы по своему желанию. Но, кроме того, ювелир является весьма эксцентричным. Например, в определенных кругах ходит мнение, что не стоит приходить к Жоэле Розенталю в украшениях другого бренда, иначе вы никогда не сможете разместить у него заказ. Посмотрите на это кольцо с рубином и бриллиантами. Кольцо с рубином голубиная кровь весом в 32 карата и бриллиантами в ступенчатой огранке. У Лили Сафры было два интересных кольца, одно с рубином, другое с изумрудом. Кольцо с берманским рубином, которое выполнила компания Шаме, прежде всего интересно самим рубином, потому что это берманский рубин весом в 32 карата. На самом деле, такой объем для рубина уникален, при этом если он имеет хорошие характеристики. Это кольцо было продано на аукционе за 6,7 миллиона долларов. Но больше всего меня впечатлило кольцо с изумрудом. Если честно, такого дизайна украшений я не видела. Необычность этого кольца состоит в том, что оно выполнено полностью из цельного изумруда. Это удивительно, ведь на самом деле изумруд очень хрупкий драгоценный камень. По бокам на изумруд нанесены рисунки, а внутри кольца стоит пластина из золота. Честно говоря, не представляю, как мастерам удалось сделать такое кольцо из цельного изумруда, потому что, на мой взгляд, оно должно было уже пять раз расколоться. Помимо колец, у Лили Сафры была роскошная коллекция ожерелей и колье. Вот, например, колье и глантин от Кортье. Это колье было создано компанией Кортье в 1906 году. Очень интересный цветочный рисунок этого колье, инкрустация полностью бриллиантами. Один из сатуаров, который лично мне приглянулся, и, честно говоря, он вызывает у меня самые радостные чувства, это сатуар от компании Муабасан. Сатуар Муабасан выполнен очень искусно. В него инкрустирован потрясающий изумруд кабошон прямоугольной формы, а также мы видим бриллиантовые платиновые цепи. Я бы сказала так, и дизайн, и сам камень – это просто музыка. Этот роскошный сатуар в стиле ар-деко не может не пленить своей красотой. Бриллиантовые цепи выполнены с характерным геометричным рисунком. Именно эта черта является главной для особенностей стиля ар-деко. Снизу мы видим бриллиантовые кисточки, которые могут колыхаться при ходьбе. На мой взгляд, это лучший сатуар из тех, что я видела на сегодняшний день. А вот посмотрите роскошное бриллиантовое колье также от компании «Кортье». Банты и каплевидные бриллианты – характерная черта «Кортье» первой половины 20 века. И создание этого торжественного колье вовсе не исключение. Можно только представить, каким был весь образ под это роскошное колье. Красота! Вырученные средства от своих драгоценностей Лили Сафра направила в 20 благотворительных организаций по всему миру. Среди них главную помощь получили организации для помощи детям-сиротам, а также по борьбе с онкозаболеваниями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что досмотрели до конца! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал! Солнечное вам настроение! Давайте думать о прекрасном!